Всем привет, мои дорогие! Меня зовут Настя, и в этом видео я вам помогу разобраться, куда же стоит поехать в этом году в Турцию, какой отель выбрать, и вам расскажу такие небольшие секретики бронирования. Итак, поехали! Сейчас у нас на дворе июль месяц, лето в разгаре, и я понимаю, что, конечно же, некоторые уже съездили, некоторые поедут в августе месяц, а некоторые поедут осенью. И в этом видео я хотела бы вам рассказать, куда же стоит поехать осенью, какой город выбрать, какой город лучше и жарче, да, поэтому поехали! В этом видео будет очень много списков, я подготовила для вас списки, буду рассказывать конкретно название отелей и рассказывать некоторые фишечки. Итак, эти списки, конечно же, это тоже лучшие отели, которые вы можете выбрать и в августе, и в июле, в любой другой месяц поехать, да, вот. Так что я думаю, что это видео будет полезно тем людям, которые вот в ближайшее время хотят поехать в Турцию. Давайте разбираться, на данный момент у нас в Турции 40-41 градус, зависит от региона, где вы находитесь. Напомню, что самый жаркий регион, это у нас, конечно же, Анталия, и самый южный город, это Алания. Так что, если вы едете в начале сезона, либо в конце сезона, то обязательно выбирайте Аланию. Это самый южный и самый жаркий регион, где водичка всегда теплая, где даже зимой вода не опускается ниже 19 градусов. Вот, поэтому это самый жаркий город, поэтому если вы планируете отдых сентябрь, октябрь, ноябрь, то, конечно же, выбирайте Аланию. Я вам Аланию больше всего советую. И что еще хочется сказать, обязательно обращайте внимание, потому что летом, конечно же, это самый жаркий сезон, особенно вот середина июня. Это у нас Sugarfest, да, в Турции праздник, и у нас Sugarfest, и сами турки выезжают в отели, поэтому очень-очень много народу в отелях и ставят огромные, очень-очень высокие цены. Поэтому лучше всего ездить, чтобы не переплачивать это в начале сезона и в конце сезона, потому что, сами понимаете, когда разгар сезона, когда очень много людей, то сложно обслуживать такое огромное количество человек, и поэтому это влияет очень сильно на ваш отдых и может повлиять на ваш отдых. В этом видео я буду рекомендовать отели, все отели 5 звезд, потому что Турция это такая страна, в которой действует отдых, все включено, и разница между четверками и пятерками отелями, да, она просто минимальная, поэтому нет смысла выбирать четверки. В общем, лучше выбрать пятерочку похуже, чем какую-то четверку. Четверки, здесь четверки и тройки, здесь они все практически одинаковые между собой, поэтому выбирайте лучше пятерки. Пятерки в Турции по адекватным доступным ценам, и все пятерки также делятся на разные категории. Пятерки есть дешевые, пятерки есть более высшего уровня, пятерки есть класса люкс, и есть пятерки очень-очень лакшери отелей, где можно отдохнуть, отдых одна неделя может стоить 10 тысяч долларов, две недели может стоить 30 тысяч долларов, 100 тысяч долларов. Это мы сейчас говорим о самых дорогих отелях Турции, это Эрегном Карая, где вас прямо на вертолете довозят с аэропорта в отель, доставляют, и Макс Рояль, это два самых дорогих отеля. Ну что, поехали, буду вам рассказывать. Начнем, наверное, с региона Салании, с моего любимого региона, это город, где я живу, город, в который я влюбилась, а на самом деле это не самый первый город, в который я приехала, мое знакомство с Турцией вообще начиналось с Эгейского побережья, но в этом видео я буду рассказывать только про Анталийское побережье. Это у нас сама Анталия, город Лара, это у нас Белек, это у нас Кемер, это у нас Сиде и это у нас Алания. Вот такие у нас города Анталийского побережья, где у нас Средиземное море. Вот, сегодня мы будем говорить именно об этих городах. Итак, поехали, какие же отели я вам советую в городе Алании. В городе Алании мне очень, по моему мнению, да, отели тоже есть более дорогие, есть более дешевые. Более дорогим отелем относятся у нас Руби Платином. Это отель не самый новый, он действует уже очень много лет, а также еще Дельфин. Это два таких отеля, Руби и Дельфин, которые очень много лет, но они очень классные, они держат высокий уровень. Цены, конечно же, очень высокие в этот отель, но если вы готовы платить хорошие деньги за качественный отель, то советую вам присмотреть именно к этим двум отелям. Дальше у нас идет отель Гранада Лакшери. Это отель, который, в принципе, которому где-то в районе не более пяти лет и который очень действительно люксового уровня, там все действительно новое. И он по цене чуть-чуть ниже, чем Руби Платином. Поэтому даже если сравнивать Руби Платином и Гранада Лакшери, я вам посоветую выбрать именно Гранада Лакшери. Очень классный лакшери отель с огромнейшим пирсом. Это самый большой пирс в Алании имеет этот отель. Также играет замечательный пианист, очень профессиональный в лобби этого каждый день отеля. Замечательные шоу и особенно в летний сезон у них очень много различных вечеринок. Этот отель позиционирует себя как, знаете, такое я бы сказала больше, они позиционируют себя как семейный отель. Но если честно, в сезон здесь семьи очень мало, потому что очень много вечеринок, поэтому это такой более парный отдых, я бы сказала, и молодежный. Вот, поэтому такой достойный отель, советую вам тоже посмотреть, выглядит он просто как конфетка. Дальше отель, который открылся в 2015 году, на открытии этого отеля я ездила и просто остался в восторге. Очень хороший отель Азура Делюкс. Прекрасный отель, он небольшой, абсолютно не очень маленький, такой свой маленький пляж. Сам отель небольшой, но очень красивые комнаты, очень богатая везде обстановка, очень все замечательно, хорошее тоже питание, он стоит по уровню дешевле, чем в Гранаде Лакшери. Поэтому, если тоже хотите что-то такое более люксовое, но чуть подешевле, чем в Гранаде, то я советую присмотреться именно к Азура Делюкс. Так, дальше у нас есть такой отель, который недавно построился в Алании. Он действует где-то примерно 3 сезона, он работает, это отель Хайдар Паша. Этот отель сейчас очень дорогой и его цена очень высокая на данный момент в Алании. Я не знаю почему, потому что, на мой взгляд, да, это очень хороший отель, красивый, действительно вот крутые комнаты, да, действительно вот здоровское питание, все на высшем уровне. Но у него есть один, даже несколько таких очень плохих моментов. Первый, он находится, у него абсолютно нет никакой территории, то есть это отель, который буквально отель и бассейн, больше никакой территории нет. Пляж находится через активную дорогу, то есть вы постоянно, если у вас вид на море, вы постоянно будете слышать шум машин. И вход в море, во-первых, сам пляж очень маленький и вход в море достаточно проблематичный. Пантон такой, знаете, 5 метров, поэтому вот плавать там действительно проблематично. Поэтому я вам советую все-таки, если для вас очень важно плавать именно в море, а не на бассейне, то я вам советую из вот этих лакшери отелей все-таки выбирать либо Гранада лакшери, потому что Гранада можно с понтона, с огромного пирса можно плавать, там просто классно. Азура тоже и Рубину, Руби Платинум, Дельфин в плане плажа очень хороший. Потому что, ну вот, Хайдар построили классный дорогой отель, но отель находится возле свалки, сзади Хайдар Паша находится свалка. С другой стороны находится такая прям вонюченькая река, будем говорить. Поэтому, как бы, если будете выбирать этот отель, обращайте на него внимание. Рядом с этим отелем Хайдар Паша находятся два таких достаточно бюджетных отеля. Это Сен-Зе-Ин, очень бюджетный отель. Никогда не рекомендую вам ехать в этот отель, просто обмолвиваюсь, это очень плохой отель. И рядом с ним есть отель, в котором я уже отдыхала два раза, Алан Сафира. Алан Сафира – это отель, который действует с 2014 года. И это отель, знаете, цена, в принципе, достаточно всегда приемлема. Там очень много русских туристов, и он очень красивый. Поэтому, если вы ищете более такую бюджетную пятерку, да, конечно, не самую низкую пятерку, да, я вам ни в коем случае не рекомендую такие отели, как Катя, как Хидеф. Это ужасные отели в Алании, да. А именно, если вы ищете более такую по нормальной цене пятерку, да, ну, конечно же, не супер-мега-лакши, да, не такую, как Гранада, но тоже очень достойно высокого уровня, то обратите внимание на Алан Сафира. Это очень-очень хороший, достойный отель. Так, что еще я для вас подготовила? Есть отель такой, тоже хочу на нем остановиться, в Алании. Он называется MC Aransia. Это достаточно старый такой отель, старенький, но там такая красивая территория. На самом деле, в Алании огромная проблема с территориями. Большинство отелей, особенно 5 звезд, они не имеют территорию огромнейшую, да, особенно зеленую и особенно не имеют хорошего пляжа. Так вот, MC Aransia имеет огромную зеленую красивую территорию и очень хороший пляж. Поэтому обратите внимание на этот отель. Если для вас, в принципе, не важно, каким будет отель, старым или новым, если вы много времени не проводите в отеле, а хотите именно такого, знаете, отдыха, просто постоянно находиться на пляже, то обратите внимание именно на этот отель. Он достаточно бюджетный, и у него очень красивая территория, много немцев отдыхает. Питание такое, знаете, я бы сказала, на уровне четверочки, но территория и пляж очень-очень-очень красивые. Так, также советую вам мой любимейший отель, Gold Island в Алании. Это отель просто моя любовь. Это отель, который находится на полуострове. Он в виде такого круга, в виде шарика. И это очень красивый отель, у меня очень красивые номера. У него очень красивый пляж, просто без камней. Абсолютно заходите, очень комфортно купаться. Очень приятный, милый домашний отель для семейного отдыха. Очень спокойный отель, в котором никогда ничего не гремит, нет никакой такой супер-мега-анимации. Очень простой, классный отель, очень хорошего, высокого уровня питания. Я люблю этот отель, я там отдыхаю душой, я там занимаюсь медитациями. И вот ты прям реально сейчас чувствуешь, как будто не в Турции. Вот за счет этого полуострова, это вот просто какие-то другие ощущения, ощущения умиротворенности, обязательно посмотрите. В прошлом году и года до этого он был под маркой Синтида, был Синтида Голд Айленд, сейчас он просто Голд Айленд. Обратите внимание, очень классный отель для спокойного парного или семейного отдыха. Но если будете брать этот отель, обращайте внимание, что нужно брать только в главном здании, потому что в этом здании есть еще рядом корпуса, которые вообще не относятся, можно сказать, к отелю, которые ужасно старые. Дальше пройдемся по Сиде. Сиде это такой регион, в котором не так уж много русских, в основном отдыхают европейцы. Очень много отелей, 4 звезды, очень много апартаментов, вот, и очень много тоже очень достойных пятерок. И, значит, самые такие мои любимые отели в Сиде, я вам посоветую Crystal Sunset, Crystal Palace, это два моих таких любимейших отеля Сити Crystal, очень достойные отели, и цена такая, в принципе, я бы сказала, приемлемая, да. Но это очень действительно высокий уровень, и марка Crystal, они очень сильно поддерживают всегда свой уровень, и обращайте тоже на это внимание. И что еще, какой мне еще очень нравится отель? Сиде Crown Sunshine, это новый отель, который работает буквально один сезон, новенький, чистенький, замечательный, вот, все там очень красиво, очень свежее, очень дорого сделано, стильно. Если найдете этот отель по хорошей цене, то я тоже вам его рекомендую. Сейчас, вот, буквально два месяца назад я отдыхала в Восфорус, Саргун. Саргун, это регион, в котором находятся более-менее такие новые отели, так что я советую вам присмотреться, там очень иногда бывает дешевая цена, на именно саргуновские отели, они находятся там до пляжа далековато, но, в принципе, пляжи нормальные. Я вам советую присмотреться, если вы ищете очень бюджетный отель какой-то, да, но хотите, чтобы он был новый, так вот, в Саргуне очень много новых отелей. Это River Island отели, там таких, в принципе, очень много отелей, находятся именно в Саргуне, там, по-моему, 6 или 7 отелей прямо вот так вот находятся в Саргуне. Обратите внимание, можете загуглить, какие отели находятся в Саргуне, и посмотрите, если есть хорошая цена, то берите. Вот, потому что Саргун – это новый такой, в принципе, поселок, и там построены достаточно новые отели, вот, в принципе, всегда по приемлемым ценам сейчас их предлагаю. Босфорус Саргун мне очень понравился, если вы любите русскоязычных людей в отеле, да, если вы любите отдыхать с русскими, то вам в этот отель. Это новый отель, все очень красиво, хорошее питание, доступная цена, но русский контингент, вот. Дальше я, наверное, предложу, немножко пару слов скажу про Кемер. Я не очень люблю отдыхать в Кемере, почему? Потому что мне не нравятся кемерские пляжи абсолютно. В Кемере самые знаменитые и самые крутые отели, конечно же, это у нас Макс Рояль. Это отель, в котором вы можете отдохнуть неделю за 30 тысяч долларов, это зависит от категории номера. Конечно же, это просто лакшери, если вы готовы столько платить, то, естественно, вам в этот отель. Также есть отель Рикс и Сангейт. Сразу скажу вам, что это очень старый отель. Несмотря на то, что Рикс стоит безумных, безбашенных денег, тоже, ну, чуть, конечно же, меньше, чем Рояль, да, Макс Рояль, но это просто, я не понимаю, почему они берут такие деньги. Давно отель уже состарился, там уже нужно делать ремонт, реконструкцию. Реконструкция не делается. Это очень старый отель, так что я вам не советую ехать в Рикс и Сангейт. Ну, не тратьте свои деньги, это старый отель, лучше потратьте на что-то более новое, а не такое раскрученное. Они позиционируются как раскрученный пафосный отель, но на самом деле там очень все старое и добитое, и каменный пляж. То есть смотреть абсолютно не на что. Дальше есть отель, который очень любит Настя Булачкова, это Ака Алинда отель. Ну, у меня тоже знакомые отдыхали в этом отеле, ничего такого особенного, я не знаю тоже, за что там платить. Отель довольно-таки старый, довольно-таки посредственный, за что такие деньги, тоже непонятно. Но он относится как бы к качественным таким отелям, Альфа Дона также. Я просто не очень люблю вообще Кемер, поэтому не хотела бы вам рекомендовать его как регион, именно из-за пляжей, именно из-за того, что там неинтересно отдыхать, именно из-за того, что там плохой шоппинг, поэтому я не очень люблю этот регион. Если вы хотите что-то бюджетное, но хорошее, то в Кемере с этим проблемы, потому что Кемер это достаточно такой регион, в котором очень давно устроились отели, в котором очень много старых отелей, и за последние 5 лет построили всего лишь 2 отеля. Да, поэтому, ну вот до, в этом году еще строительство там завершено некоторых отелей, но за последнее время там не строились отели, и все достаточно старое было, поэтому не могу вам рекомендовать этот регион, там очень много плохих отелей. Если хотите все-таки что-то качественное, но бюджетное в Кемере, то это отели City Crystal. Они действительно очень качественные, обратите свое внимание. Дальше у нас остался регион Белек. Это самый дорогой регион на Анталийском побережье. Самый дорогой почему? Потому что когда-то Белек это был болото, и его высушили, и засадили деревьями, и построили вообще этот, так скажем, регион, этот город. Построили для турков, которые там строили свои дома, которые хотели приезжать туда отдыхать. То есть это бывшее болото. Там одни из самых дорогих отелей. Там нет отелей 3 звезды, то есть там отели только 4 и 5 звезд. В основном это пятерки. И в основном очень-очень высокого уровня. Самый дорогой отель и самый классный отель, куда приезжают еще многие звезды отдыхать, это Regnum Karaya. Это отель, который вас привозят на вертолете. Если вы покупаете определенную категорию люкс номера, это очень-очень достойный, очень классный, крутой отель. Я была в этом отеле, тоже отдыхала. Номер стоил у нас где-то около 350 долларов, 350 долларов в день, в сутки. Питание высшего класса, обслуживание высшего класса. Все на высшем уровне. Постоянно происходят концерты звезд. Это Григорий Лепс, это Филипп Киркоров, Дима Билан, Тимати. Кто только угодно, постоянно приезжают, и чуть ли не каждый день, особенно в майский период, майско-юнский период, там концерты. Очень классные. Также очень дорогой отель Ella Quality, куда очень любят семьи ездить с детками. Там очень много семей с детками. Очень тоже высокого уровня отель. Очень классный, тоже вам советую. Что еще у нас в Билеке? Кая Палаза, Гольф Клаб. Это отель, где вы можете заниматься гольфом. Очень высокого, достойного уровня гольф. Огромный гольф поля, площадки. Отель Белис Делюкс, тоже в котором я была. Очень классный отель, но не советую в него ехать в сезон. Потому что в сезон мы приехали, отдали кучу денег, и просто ходили по этому муравейнику. Поэтому, если вы едете в лакшери отель, нужно ехать в межсезонье. Потому что просто будете жаловаться, если честно. Комфортно в сезон только, пожалуй, в Регнум Карая. Потому что это огромнейшая, просто невероятная территория. Самая большая территория отеля в Турции – это Регнум Карая. Это просто там даже не перейти. Это огромнейшая территория. Белис Делюкс, очень классный отель. Там очень классные виллы. Мы снимали виллу именно, а не в отеле. Можно и в отеле. Мне было комфортнее более на вилле. Я вообще в последнее время очень люблю виллы. Я со своим собственным бассейном. Это очень комфортно, с джакузи. Это замечательно. Хороший отель. Но, опять-таки, повторюсь, пожалуйста, едьте только в межсезонье в этот отель. Очень огромная, большая территория. Есть свой Хорс Клаб. Это конный клуб. Очень-очень достойный такой отдых. Из таких, пожалуй, бюджетных отелей, которые вы можете найти в регионе Белек. Там также есть, кстати, Риксос. Но Риксос достаточно старый. Поэтому я не советую ехать в Риксос именно в Белеке. Так вот, из бюджетных отелей мне очень понравился. В 2015 году, в год открытия, я ездила в Кирман Белазур. Очень классный отель, именно Белека. Он не такой дорогой, как Регнум. Он не такой дорогой, как Белис. Он более пониже цена. Но очень достойная такая, знаете, как восточная сказка. Вот все названия, конечно же, я буду писать внизу. Вам все напишу в инфобоксе. Все названия отелей. Так что не волнуйтесь, проделаю для вас эту работу. Ну и последний, наверное, Анталия, наверное, у нас будет. Анталия, вот, Анталия у нас осталась, город Лара. Это сам центр Анталии, куда вы просто за минут 10-15 доедете из аэропорта. В центре Анталии есть очень много достойных тоже дорогих отелей. Это Мордан Палас, один из тоже самых дорогих отелей, очень лакшери. Это отели чуть-чуть более такого уровня, чуть-чуть ниже, но тоже очень люкс. Это Дельфин. Дельфин очень классный отель. У меня семья постоянно едет туда отдыхать. Вот летом там 12 дней отдыха на 4 человека, на семью, стоит где-то 1009 долларов. Это очень дорогой, очень классный отель, в котором очень-очень высокий уровень всего. То есть вы понимаете, да, то есть если Дельфин стоит 9 тысяч долларов на 2 недели в сезон, то есть если на Мордан или, например, в отеле в Белеге, конечно же, будет стоить гораздо дороже. Я вам сейчас рассказываю о самых лучших отелях. Топ Копы есть замечательный отель тоже, да, Топ Копы тоже в районе 9, может быть, 8 тысяч долларов на четверых будет стоить. Конечно же, я вам называю цены в сезон, в межсезонье эти цены гораздо ниже. Что еще? Ну, Топ Копы тоже очень классный отель, который выполнен в таком стиле, именно как дворец Топ Копы в Стамбуле. Очень интересно, восточно, так колоритно, именно вот по-турецки. Очень достойного уровня отель, тоже вам его советую, присмотритесь. Остальные отели в городе Анталии я вам советовать не буду. Почему? Очень просто, потому что в основном пляжи располагаются очень низко, либо каменистые пляжи, поэтому какие-то другие отели подешевле, честно говоря, рекомендовать вам не хочу и не буду. Из всех отелей, которые я вам сегодня порекомендовала, конечно же, самую бюджетную я называла в городе Аланье, вот именно там более такие есть бюджетные, вот, так что я вам желаю хорошего отдыха. Обязательно все названия я напишу, отели внизу, сегодня я вам называла все отели, по моему мнению, которые мне очень нравятся, в каждом из городов, в каждом из регионов, так что я вам желаю сделать правильный выбор. Вот, хорошего вам отдыха, хорошей вам погоды. Пока-пока!